Друзья, всем привет! Сегодня мой рассказ это своего рода небольшое открытие, которое случилось в затерянном для туристов древнем городе Триполис. А мы по плану съемок до него все-таки доехали, и как оказалось, совершенно не зря. Поэтому все, кто любит удивительные древние находки, которые ставят в тупик, смотрите обязательно до конца и подписывайтесь на наш канал Storyteller. Вообще, по некоторым данным Триполис это древний лидийский город и находится он примерно в 40 километрах от города Денизли, где у нас всегда располагается наша съемочная база. Он был основан прямо на равнине большой реки Мендер, соединяющей берега Эгейского моря с внутренней Анатолией со Средиземным морем. И когда-то он был важным и богатым городом благодаря своему расположению на вот этих вот торговых путях на стыке регионов Лидия, Кария и Фригия. Считается, что Триполис был основан в VI веке до н.э., но исторических данных, которые относятся к лидийскому или эллинистическому периоду, не так много, можно сказать, что их практически нет. И сейчас здесь около 15 лет идут раскопки. Но то, что пока вскрыто археологами, это руины римского и византийского периода, что, конечно, интересно, но вот гораздо интереснее это то, что лежит под ними. Это интригует нас гораздо больше. Но раскопки пока в процессе. Единственное, что вроде бы известно из письменных источников, это то, что в эллинистический период город назывался Аполлоний, потому как, конечно, да, он находился на обиталище древних богов. И сейчас здесь найдены дороги, место, похожее на театр, вмещавшее около 10 тысяч человек, римские бани, византийская базилика, буллетрион, то есть парламент Агора, рыночная площадь, стадион и некрополь с могилами и саркофаги. В общем, стандартный набор. Но нас ждала совершенно необычная находка. Здесь мы нашли часть архитрава с зубцами, которые в греческой ионической традиции еще называются дентикулой, и они всегда являются узнаваемой частью античных сооружений. Но вот странно здесь то, что эти зубцы при производстве пошли как-то не по плану и выполнены криво с каким-то странным одинаковым смещением. И вроде бы можно было пройти мимо и даже не заметить, потому что много вокруг разных блоков с разными выбоинами и сколами, но вывод-то напрашивается один. Если это производилось вручную, как о том нас постоянно заверяют, то понятно, что человек не допустил бы порчу огромного мраморного блока, вырезая один за другим кривые зубцы. И поэтому уже в процессе меня осенило, что здесь с достоверностью можно сказать, что угол прорезей сместился именно потому, что работу выполнял механизм. Машина, которую вовремя не остановили или не проконтролировали, ну либо даже задали неправильную программу, если хотите. Такие косвенные свидетельства говорят нам о том, что древние способы обработки и уровень механизации был очень серьезным, таким, что даже сейчас, в 21 веке, подобная обработка камня очень затратная и требует мощнейшей энергетики. Напишите в комментариях, что думаете вы об этом артефакте и как вам моя версия того, что случилось с этим блоком. Кроме этой находки, мы также обнаружили в Триполисе и странную игру, высеченную в камне. Аналогов и ее в источниках мне найти не удалось, так что те, кто знают или смогут подсказать, что это за игра, пожалуйста, напишите в комментариях, я буду этому очень рад. И еще мне удалось пройтись прямо по разведывательным шурфам, которые как бы являются заброшенными, и там же в отвале раскопок я нашел вот такие вот интересные артефакты. Один из них это, видимо, часть стеклянного сосуда, подобного тому, что вы видите на своем экране. Вообще город Триполис достаточно отдален и раскопки в нем ведутся медленно, но тем не менее, если у вас будет такая возможность, обязательно найдите его на карте или напишите мне, я обязательно вам подскажу, как до него добраться. А у меня на сегодня все, подписывайтесь, вас ждет много интересных сюжетов на канале Storyteller о тайнах цивилизации. И до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok